Борьба с должниками набирает обороты. Теперь государство серьез взялось за алименщиков, которым грозят самые жестокие наказания. По области насчитывается более 2,5 тысяч нерадивых родителей, которые имеют задолженности по алиментам. И это только те, на кого судебные приставы завели исполнительные производства. Более подробнее в репортаже Мирамгу Салкинбаевой. Арест имущества, ограничение выезда за границу. Еще ни один способ воздействия на должников-алименщиков не помог существенно снизить их число. Какие только меры не принимались, а нерадивые отцы, как и прежде, избегают ответственности. Именно поэтому карагандинские представители Департамента по исполнению судебных актов решили внедрить новую систему – Беркут, которая позволит выявить родителей должников, где бы они ни находились. С мая 2012 года органы исполнительного производства получили новую возможность воздействия на должников в Индии – интегрирование системы с единой информационной системой Беркут. Теперь постановление судебного исполнителя, санкционированное судом, позволяет судебным исполнителям совместно с органами пограничной службы задерживать нерадивых должников, которые пытаются пересечить государственную границу Республики Казахстан. На сегодняшний день эта система успешно внедрена. Несколько дней назад благодаря данной системе при попытке пересечения государственной границы был задержан еще один должник. Владимиру Плотникову еще в 1994 году было вынесено постановление о взыскании алиментов. Невена Плотникова не получает алиментов от бывшего мужа уже 15 лет. Все это время он находился в розыске, рассказывает адвокат семьи Плотниковых. У Плотникова Владимира Константиновича, 69-го года рождения, двое детей. Сейчас они, конечно, уже совершеннолетние, но в свое время Невена Васильевна, мать вот этих детей, пережила очень трудную, очень тяжелую жизнь. Работала на двух-трех работах для того, чтобы прокормить, одеть, обуть, воспитать, выучить этих детей. Дочь Раушанка Рашулаковой попала в такую же историю. Правда, отец, забывший про свой родительский долг, проживает через два дома от семьи. Внучке Раушанка Рашулаковой 8 лет. На протяжении этого времени неплательщик даже здоровьем родной дочери не поинтересовался, рассказывает возмущенная женщина. Постоянно его ищут. А почему я его не могу... Проживает он сейчас в Агадыре, но работает главным специалистом станции МНТ. С сентября до этого он прописан здесь, в Караганде. По слухам, значит, он на себе, на нем никакого этого нет, как его, но он занимался, он занимался частными делами. Алименты до сих пор не платит. Отец Раскельда Калиев, пенсионер, находится дома. Почему? Почему? Хотя бы, хотя бы они бы мне помогли. Сын не может, пусть они, мне без разницы. Потому что каждый день ребенок хочет кушать, кушать, есть, одеваться. Миром Гусал Кимбаева, Бауржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.